Денис Передонов в студии. Здравствуйте. В это воскресенье 27 августа будет отмечаться Международный день бокса. И по этому случаю для спортсменов, да и просто у неравнодушных к спорту людей, представится возможность принять участие в мастер-классе по этому виду спорта «Бокс-забег», который организовывает Академия бокса Родиона Соломинника. О мастер-классе, о его формате и в целом о спорте мы побеседуем, собственно, с Родионом Соломинником, тренером высшей категории по боксу. Родион Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Международный день бокса. Главный праздник всего боксерского сообщества, но он, собственно, да, новый. Впервые его отметили в 2017 году и дата даже была не 27 августа, а 22 июля. И вот до принятия его уже в международном таком статусе, ассоциация бокса, да, была ли у спортсменов какая-то другая дата, в которую, ну, могли собраться там что-то, какие-то соревнования или как-то отметить праздник? Ну, хотелось бы отметить, что, значит, в основном все спортсмены, физкультурники отмечали День физкультурника. А по поводу боксеров в сентябре месяце, в начале сентября отмечался День ветеранов бокса. Вот. Поэтому было очень приятно, когда Умар Назарович Кремлев, сейчас президент ИБА, бывший председатель нашей Федерации бокса России, вот создал такой международный праздник. И теперь мы, значит, особенно в СНГ, в странах СНГ, отмечаем вот этот праздник, где все общаются, друг друга поздравляют, приглашают в гости на соревнования, сборы, поэтому очень приятно. Да, наверное, такой насыщенный день. И наш город мирный не исключение. Вот 27 августа, да, в САМ праздник, 11 утра, лыжная база Заречная, бокс-забег. И мне, как человеку, к сожалению, далекому от бокса, бокс-забег, представляется, что парни в спортивной форме, в боксерских перчатках, будут там бежать кросс, какую-то дистанцию, да, потому что называется бокс-забег. Но что-то не подсказывает, что я ошибаюсь. Что это будет за формат? Ну, во-первых, это, будем так говорить, мероприятие для того, чтобы собрать всех боксеров, всех ветеранов, всех людей, деток, которые неравнодушны к боксу, или хотя бы хотят познакомиться, что такое с боксом. Почему выбрана была лыжная база в Заречном? Ну, хотелось бы посмотреть, кто все-таки придет. Поэтому, значит, есть определенное положение, где участники, которые прибудут, будут регистрироваться. В зависимости от возраста будет определенная дистанция, вот, от 500 метров для младшего возраста. То есть бегать придется все-таки? Бегать придется, вот, потому что, будем так говорить, я открою такой секрет, что на финише будет уже вручена наградная атрибутика Академии бокса всем, кто дойдет до финиша, добежит до финиша. Вот, и, значит, после забега будет организован мастер-класс, где я непосредственно буду проводить со своими действующими боксерами небольшое мероприятие. Вот, и также мы отметим тех спортсменов, тех руководителей, которые непосредственно нам помогают, поддерживают, вот, и словом, и финансами. Вот, ну, в основном, как говорится, все, кто неравнодушен, хочу еще раз пригласить, что 27-го числа международный день бокса, ждем вас на лыжной базе. То есть будут еще и представительные лица, которые вручат подарки, медали. Предварительно мы уже обзвонил, предупредил, что мы будем проводить, поэтому по возможности здесь у нас еще, так как мирные алмазы добывающиеся, еще день шахтера 27-го, вот, поэтому здесь, как говорится, мы с утра решили все-таки совместить, чтобы было приятно и спортсменам, и шахтерам отметить их. Ну, все-таки 11 утра, люди придут, нужно ли как-то подавать заявки, регистрироваться? Нет, ничего не надо, мы будем, значит, на входе лыжную базу встречать, вот, и там никакой такой большой процедуры не будет, просто фамилия, имя, и все, и будем ждать. Ну, а теперь поговорим, собственно, о боксе, да, существует стереотип, что бьют по голове и так далее, но на самом деле не совсем ведь так, потому что во многом можно ли назвать бокс интеллектуальным спортом, потому что нужно как-то предугадывать, да, поведение партнера, как-то выстраивать свою тактику, то есть какие навыки, кроме физических, он еще развивает? Ну, бокс, будем говорить, классика бокса, классический бокс, раньше его называли джетельменский бокс, вот, потом только уже, когда ввели в программу олимпийского бокса женский бокс, уже, как бы, не говорится уже джетельменский, да, вот, ну, что касается общего направленности, конечно, будем так говорить, каждый вид спорта хорош и так далее, но бокс включает в себе намного большую интеллектуальность, будем так говорить, принятие решений, то же самое, если боксер, спортсмен играет в шахматы, то это довольно-таки приемлемо для более быстрого совершенствования умения, вот, даже проводится в Европе, в свое время проводилось шахмабокс, такой, где вначале один раунд боксируют, потом один раунд они играют в шахматы, вот, и вот это чередуется в течение, там, пяти раундов, по-моему, вот, и оно проводилось. Ну, опять-таки, что хочу сказать, занятие боксом, есть определенные стандарты, федеральные стандарты приняты государством, где немножко опущена была планка по возрастному цензу, и сейчас занятие боксом разрешается с десяти лет. С десяти лет. С десяти лет, да. Поэтому, когда родители видят в своих чадах спортсменов, бойцов, и хотят приводить их в четыре, в пять, конечно, приятно. Есть ребята, которые, вы знаете, пять-шесть лет, и которые довольно-таки хорошо понимают. Ну, вот, к примеру, в карате двери открыты, и пять-шесть. Да, здесь свои, будем говорить, традиции, свои психологические, эмоционально-психологические нагрузки, поэтому не обязательно, что ребенок, который пришел на секцию бокса, и ему сразу же дают перчатки, дают это самое, довольно-таки кропотливый и нудный труд для того, чтобы завоевать, чтобы можно было одеть перчатки. Поэтому здесь не всегда. Если я повторюсь, допустим, что у меня одна действующая спортсменка, вот, я не одевал перчатки ей девять месяцев. Но когда я почувствовал, что... Готова. Готова, да. Она сразу же одела перчатки, и в первых соревнованиях выиграла, и даже было прозвище такое «Танк». Вот, было такое. Ну, а вообще, что считается результатом в боксе? Есть какой-то предел? Или для каждого он разный? Ну, наверное, любой, как говорится в пословице, любой солдат хочет стать генералом, поэтому предел какой? Это олимпийские игры. И стараются все спортсмены, которые почувствуют вкус победы, почувствовали восприятие бокса как не просто занятие спортом, а это же действительно, это изучаешь противника, изучаешь ринг, ситуацию, принимаешь решения, и это довольно-таки хорошо помогает в жизни. Поэтому здесь говорить о том, что бокс ничего не дает, это каждый день, каждое занятие, это преодоление себя, преодоление психологической нагрузки, то, что с тебя требуют, то, что тебе надо. Почему требуют? Можно приходить заниматься в секцию, и тренер будет просто на тебя смотреть. Но дело в том, что мы выходим в бой, в ринг. Поэтому здесь вся ответственность лежит на тренере, и тренер, когда выводит своего подопечного, он, естественно, переживает и несет большую ответственность за то, что его ученик покажет. Ну, у вас помимо Академии бокса собственной, Академии бокса Родиона Соломеника, есть еще и секция в культурно-спортивном комплексе, в здании в Олимпе. Так вот, открыты же двери для любителей и начинающих спортсменов для занятий боксом в ваших секциях? У меня двери всегда открыты, независимо от время года. Поэтому всегда принимаю. Понимаю прекрасно, что дети, которые, может быть, пошли на какую-то другую секцию, где-то им не понравилось, и прием закончен, но они хотят и откладывать на следующий год, чтобы времени терять. Поэтому у меня всегда. Поэтому наборы всегда в течение круглого года всегда идут. Приходят и дети, и дошкольники, и приходят и школьники, и старший возраст. С 10 лет. Понимаете, я, наверное, стал более с возрастом добрый, поэтому я принимаю деток. Ну, конечно, это большая ответственность. Но детки занимаются. В основном все остаются. Вот, поэтому надеюсь, что дальнейшие занятия, эти детки, которым было 5 и 6 лет, сейчас вот у меня очень много деток, которые пойдут в первоклассники, которые уже буду ждать. Ну, вот как раз о планах на будущее. Хотелось бы поговорить под занавес беседы. То есть, может быть, соревнования какие-то, осенние чемпионаты, выступления показательные. Что вот у вас в планах? Значит, для того, чтобы показывать спортивный результат, для того, чтобы котироваться на уровне региона, на уровне России, непосредственно нужно заниматься круглый год. Есть нагрузки, есть сборы отдыхающие и так далее. Значит, сейчас мы во время летних каникулах у нас был летний выездной лагерь, это в Сочи, вот, в Илону, где мы непосредственно готовились. Вот, была небольшая группа, у меня 12 человек я вывозил, 5 действующих боксеров было со мной. Вот, и мы готовились здесь на соревнования. Сейчас 1 сентября в город Орел, вот, где для младшего возраста от 12 до 18 лет будут отборочные на первенство России, а девушке 19-40 лет, это, ну, женщины, будут просмотровые соревнования, тут точно так же и к первенству России. Вот, поэтому мы сейчас готовимся, независимо от того, что я сейчас в отпуске нахожусь, мы тренируемся ежедневно, две тренировки в день, поэтому 1 сентября я с представительницей своей академии, а также Олимпа, вот, КСК Алроса, Ириной Кутиловой выезжаем в город Орел для того, чтобы показать себя. Да, ведь это уже совсем скоро, 1 сентября практически на пороге, мы желаем успехов вам, вашим воспитанникам, да, чтобы был результат, и вы с ним обязательно приехали, рассказали об этом у нас в студии. Но ближайшее число, это 27 августа, Международный день бокса, и нашим телерадиослушателям мы настоятельно советуем не сидеть дома до воскресенья, а лучше съездить на лыжную базу Заречная, пока еще лето, тепло, и как раз-таки отдохнуть душой и телом, стать крепче, увереннее, и, наверное, чуточку сильнее. В гостях был Родион Соломенек, тренер высшей категории по боксу. Удачи вам в проведении мастер-класса, и спасибо за беседу. Вам большое спасибо. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех на лыжную базу на день бокса. Приходите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова